Я отправился в город под названием Франкфурт. И для начала хотелось бы заметить, что в Германии два Франкфурта. Франкфурт на Майне и Франкфурт на Одере. Франкфурт на Майне находится в земле Гессен, в западной части Германии. Это важный финансовый центр. Здесь расположены Европейский Центральный Банк и Франкфуртская Фондовая Биржа. И многие другие финансовые учреждения. Это крупнейший город Земли Гессен и пятый по величине в Германии. Аэропорт Франкфурта один из самых загруженных международных аэропортов в мире. А сам город является центральным транспортным узлом Германии и Европы. В отличие от своего тезки, Франкфурт на Одере не может похвастаться своими размерами и какими-то экономическими достижениями. В целом он гораздо меньше расположения земля Бранденбург в восточной части Германии. На реке Одер, которая образует границу с Польшей. Это не крупный транспортный узел, однако он служит важным пунктом пересечения границы между Германией и Польшей. С отличиями разобрались и нашим пунктом назначения является Франкфурт, находящийся на реке Майн. Давайте вообще разберемся со значением этого города. И если вы рассматриваете посещение Германии или Австрии, то этот ролик поможет вам понять, стоит он вашего внимания или нет. Франкфурт на Майне. Майн – река. Франкфурт, собственно говоря, город. Значит, у Майна правый берег, левый берег. Основные достопримечательности – собор, площадь, все высотки. Все это на правом берегу. Мост. Их, кстати, много, этих мостов. Он не один, их много. Но вот этот вот есть, наверное, главный такой туристический мост с центральной площади. Он ведет вас на левый берег. У туристов популярен правый берег. Тем не менее, на левом берегу тоже есть что посмотреть. Он тихий и спокойный. То есть вы просто перешли на мост, у вас уже все тихо, спокойно. И здесь есть, допустим, церковь. Вот эта правда, она сейчас на реставрации. Здесь есть, если вы переходите, идете по улочкам. Такие фахверковые домики немецкие. Есть барчики. Они спокойнее. Они уютные. Они менее туристические. И там наливают разные местные напитки, включая яблочное вино. Здесь на левом берегу есть свой вокзал. Южный вокзал. Сразу же перед ним площадь. На площади рыночек. Тут можно и сессионы купить. Пожалуйста, велосипедов куча припаркованных сразу же. Немец подъехал, бросил велик. Пошел на вокзал, уехал. Потом вернулся. Взял велик. С точки зрения культуры он имеет достаточно высокий статус. В нем есть музеи, театры и галереи. Город очень туристический. И это чувствуется, когда гуляешь по набережной или центральным улицам. Да и в целом здесь проживает большой процент иностранных граждан. Безусловно, если посмотреть на фотографии или видео Франкфурта в интернете, то его горизонт с многочисленными небоскребами вызовет у вас ассоциации типа финансы, богатства, торговля, шоппинг. И все это про него. Но если копнуть чуть глубже, то здесь можно найти и один из самых известных художественных музеев Германии, где представлены произведения от средневековья до современного искусства. Музей Штеделя. Или вот, например, старая опера. Прекрасно отреставрированный оперный театр, в котором проводятся концерты, опера и другие мероприятия. Здесь же и место рождения Иоганна Вольфганга фон Готте, самого известного писателя Германии, которое было отреставрировано и превращено в музей-дом Готте. 3,40, короче, стоит один билет. Представляете, на одну поездку по Франкфурту? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ремер. Средневековое здание, служащее мэрией Франкфурта. Ремер, кстати, переводится как римлянин. Это здание существует более шести веков. В средневековье здесь короновали кайзеров и устраивали на площади ярмарки и гуляния. Эта традиция сохранилась здесь и по сей день. А одна из самых знаменитых ярмарок – книжная. Является крупнейшей в мире. Ратушный комплекс. Ремер – визитная карточка города. И можно представить, какая здесь была атмосфера в средневековье. Церковь Святого Николая на юге – один из самых старых храмов Франкфурта. Стоит здесь с 15 века. Собор Святого Варфоломея. Готический собор, история которого насчитывает более семи веков. Пальмингарден. Большой ботанический сад с растениями со всего мира. Ну а главное – набережная реки Майн. Живописное место для прогулок, езды на велосипеде или просто пикника у реки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Сейчас поставил на зарядку дрон, хочу пойти или поехать на велосипеде, если получится, а не давать велик здесь, короче взять дрон и пойти поснимать, хочу город с дрона. А пока, кстати, мне надо забронировать отель, точнее продлить отель, что я здесь остаюсь до понедельника, у меня сейчас суббота, а завтра мне надо съехать, я уже несколько раз его продлеваю, потому что сижу жду визу. Точнее, мне вчера пришло уведомление, что моя виза здесь готова, но пришло это в 8 вечера. Почта на выходных не работает, куда доставляют это все дело, все такой вот момент, и мне нужно пересидеть в выходные для того, чтобы в понедельник это забрать и уже улететь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ну все, ребята, велосипедисту дали велосипед в другой стране. Что это значит? Еще и какой велосипед? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что сейчас у вас уже складывается какая-то картина об этом городе, и становится понятно, что у него богато историческое прошлое. Давайте отправимся в современную финансовую часть этого города, в Банконфертл, и попытаемся понять, почему именно Франкфурт на майне стал финансовым центром Германии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, если вы устали от исторической архитектуры европейской, потому что многие говорят, что Европа, да, это музей под открытым небом. Если вы устали, вам надоело ходить по музеям, смотреть на старые здания, то вот во Франкфурте приезжайте сюда, смотрите на самые высокие здания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Исторически у Франкфурта было выгодное географическое положение. Это раз. Двас, у Франкфурта была и вестерика Майн, а это логистика. И трис, членство в Ганзейском Союзе. А вот о Союзе этом вы, скорее всего, не слышали. А первый собор его членов случился аж в 1367 году. В чем суть Союза? Торговля. В разное время в нем состояла от 50 до 160 городов. А крышевали все это дело рыцари. Ну, а кто еще? Города располагались на территории современных Бельгии, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, России, Швеции и Эстонии. У Союза были свои конторы в разных точках, включая и Новгород. Что продавали? Зерно, мех, кожу, лен, соль, рыбу, сало, мед, воск, руду, древесину, оружие, сукно, шерсть, вино, изделия из металла и многое другое. История Франкфурта как центра коммерции берет начало в IX веке, когда здесь проводятся первые торговые ярмарки. К XVI веку Франкфурт становится центром обмена валюты и торговли, отчасти благодаря торговым ярмаркам, привлекавшим торговцев со всей Европы. В конце XVI века в городе была основана официальная биржа, что делает ее одной из старейших в мире. Первоначально это не была фондовая биржа в современном понимании, а основное внимание уделялось валютам, товарам и другим формам торговли. В XIX веке, с наступлением индустриальной эпохи, Франкфурт стал уделять больше внимания торговле ценными бумагами, включая акции и облигации. В XIX веке, особенно после основания Германской империи, в 1871 году франкфуртская фондовая биржа приобрела значение как рынок капитала для недавно объединенной Германии. XIX век Две мировые войны оказали разрушительное воздействие на немецкую экономику и фондовую биржу. После Второй мировой войны Франкфурт был одним из немногих крупных немецких городов, которые остались относительно нетронутыми, что позволило ему быстрее восстановить свой статус финансового центра. После Второй мировой войны франкфуртская фондовая биржа была возрождена и сыграла решающую роль в экономическом восстановлении Западной Германии. Это позволило Германии создать одну из самых сильных экономик в мире. А к концу XX века, с появлением компьютеризации и глобализации, франкфуртская фондовая биржа претерпела значительную модернизацию, приняв электронные торговые системы. Уже в XXI веке франкфуртская фондовая биржа продолжает оставаться ведущей мировой площадкой для торговли ценными бумагами, чему способствует ее центральная роль в европейской и мировой экономиках. Одним из наиболее значимых факторов, способствующих финансовой известности Франкфурта, является расположение здесь Европейского центрального банка. Банк со штаб-квартирой во Франкфурте с момента своего основания в 1998 году отвечает за разработку и реализацию денежно-кредитной политики в еврозоне. Он играет решающую роль в поддержании финансовой стабильности и надзоре за валютой евро. Во Франкфурте находится штаб-квартиры крупнейших и наиболее известных банков Германии – Deutsche Bank, Commerce Bank. А по разным источникам здесь находится представительство 150 международных банков, включая JP Morgan Chase, Citigroup и Goldman Sachs. Мои стопроцентные рекомендации будут вам для того, чтобы понять Франкфурт, почувствовать Франкфурт, понять его масштабы. Это подняться на смотровую. Здесь, в небоскребе, вот в этом, как он называется, понятия не имею, просто можно вбить viewpoint Франкфурт и вам покажет вот этот небоскреб. Сюда вы заходите, поднимаетесь и наверху вы можете со всех сторон посмотреть на Франкфурт, посмотреть, что представляет из себя этот город сверху. Прикольные ощущения, пофотографироваться. Короче, такой экспириенс, как в Дубае, как будто в Дубае поднимаетесь на Бурш-Халифу, на смотровые. Вот здесь точно так же вы поднимаетесь и смотрите сверху на город. Там есть такие картинки, где есть обозначение, можно посмотреть основные обозначения, где что находится, какое здание. Смотреть на него сверху и, конечно, когда смотришь на город сверху, то больше понимаешь его масштабы, больше понимаешь его размеры, что он из себя представляет, собственно говоря. Смотрите продолжение в следующей серии. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.